Такое ощущение, что комментаторши, мои комментаторши, которым далеко уже за 40, которые только недавно освоили социальный ресурс инстаграма, больше кроме этого слова ничего не знают. Фотограф работает над фотографиями для того, чтобы получить красивые, блядь, снимки. Отфотошопленные нахуй снимки. Я бы так просто сама фото... Если бы я хотела получить обычную, нормальную фотографию, как у вас, курочки, да, которые комментируют, которые кроме слова фотошоп ничего не знают, я бы просто взяла свой телефон и сфоткалась. Поэтому мой совет дня для таких комментаторш. Пополняйте свой словарный запас. Живите своими красивыми, натуральными, без фотошопа жизнями. Копайте в своем огороде. Носите воду из своих колодцев. Убирайте грязь из-под ногтей своих детей. Занимайтесь делом. Приготовьте ужин мужу. Постирайте носки, а не сидите на странице от фотошопленной, силиконовой, ботоксной... Какой еще там? Вот этой вот гадкой романец. Вообще, какого черта вы на меня подписаны, если я такая хуевая? А также я знаю, что 90 процентов моих подписчиков, это адекватные люди с разумом. Таким я посылаю воздушный поцелуй, луч добра, желаю хорошего настроения, чтобы в их жизни было меньше фотошопа. Ой, я представляю уже шквал этих сообщений в директ. Вика, ты же девушка. Зачем ты материшься? Открою для вас Америку. Все матерятся. Просто, когда что-то где-то уже вот здесь вот сидит, и ты не понимаешь, где логика, кроме мата ничего не... А также хочу напомнить, что мы все свободные люди и вправе делать и говорить все, что мы сами хотим. Тем более, если это касается личной страницы. Дорогие мои, но я никогда не пойму тех людей, которые... Но я никогда не пойму людей, которые создают по 150 страниц, находят время, да? Ну, как бы все живут там, завтрак, обед, ужин, семья, работа, дом, какие-то дела, личные встречи, находят время для личности, которая им не симпатична. Помимо 150 страниц, эти люди еще пишут по 150 комментариев. То есть это то же самое, если бы мне не нравилась Мадонна, я бы создавала, она меня блокировала, я бы создавала миллион профилей и заходила, ей писала, что она какая-то такая-сякая, не такая. Нормальному, адекватному, эрудированному человеку просто не хватит времени на это я даже не знаю, как это назвать. Это болезнь какая-то? Вот просто, ну, реально это болезнь какая-то? А еще люди создают какие-то сообщества, там общаются. Время — это самое ценное, что может быть у человека. Ну, разве можно тратить время на персонажа, который неприятен, который отфотошоплен? Свое драгоценное время, когда можно пойти уделить это своему близкому, можно заняться каким-то... Что потом рассказывать детям? Ребенок, когда вырастет, спросит «Мама, почему я букву «Р» не могу выговаривать?» А потому что мама тупо сидела и писала комментарий, какой-то романец в инстаграме, вместо того, чтобы заниматься... Вместо того, чтобы заниматься своей личной жизнью, развитием, работать над собой, над своим стилем, совершенствоваться, я не знаю, удивлять близких мужа, да и вообще вокруг, ну, я не знаю, реализация, когда сидит писать «Фотошоп». Ну, вы, наверное, поняли уже, что у меня отличное настроение, я выспалась, я еще похудела, что меня не может не радовать. Вот. Я улыбаюсь, потому что это всех раздражает. И дальше продолжаю в фотошопе свои фотографии. Колоть ботокс в лап, в губы. А что еще делать? Короче, начните себя, идеальных людей не существует. Субтитры сделал DimaTorzok